всем привет 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 мы немножко пропали и сто лет реально даже по магазинам не ходили так что начнем наше видео с покупок опять в Костка но где мы могли оказаться спустя неделю конечно в Костка продукты закончились выхода не было мы поехали в Костка в общем начинаем новый сезон с видео так можно сказать недельку мы взяли небольшой для себя отпуск вот как-то так в общем кто не подписан подписывайтесь пошлите с нами Саша берет тележку приготовил бумажку на вход карточка это пропуск у нас просто вместе с картой и папка да возьмем мы пекан орехи у нас нашими орехами ЧП случилось да у нас в этой мисочке красивые орешки да в ней орехи были насыпаны у нас микс причем да а полку он разбился он тоненький такой знаете бывает стакан тонкого стекла и все в миску с орехами поэтому берем пока пекан только протеинный коктейль на 34 доллара здесь их сколько они 30 штучек 30 бутылочек да очень классная вещь можно за нее рассказывали когда куда-то надо по работе еще покушать некогда бутылочку упиваешь и всего мне нужно взять кое-какие витамины сейчас мы с вами быстро найдем у меня получился недобор во-первых вот эти возьму женские и мужские 1699 ланды вот эти вот фиш ойл 15 долларов беру смотрите капельки горячий шоколад вот у них прям а вот видите с любовью из бельгии то есть можно с молоком их можно просто так есть можно в молоко добавлять получится горячий шоколад и такая коробочка красивая семь с половиной долларов но не коробочка пакетик да наверное вот так вот это выглядит приятно такой подарок хороший даже возьмем вот это печенье она на самом деле очень сладко она сейчас со скидкой до почти 9 долларов но возьмем и конфеты вот эти вот 6 долларов но нормально скидка почти 20 процентов а это кстати дети обожают но я уже покупала такое мармеладные конфеты да а вот пасхальные наборы то есть они уже прошло 14 февраля началась интенсивная подготовка пасхи и вот этот набор корзинка 20 долларов почти наверное это для детишек и такая какая-то химозная гадость для детишек и шоколадные зайчики две штуки линди конфеты до 11 долларов поднимать ой даже вот эти вот мармеладные тоже конфеты у них они считаются что они ну натуральные 14 долларов органика тоже а кстати или же можно ниже в индивидуальных упаковках их пакуют в эти яички а дети потом ходят находит хорошая идея кстати то есть яйца раздвигаются надо будет вам снять показать и в яйца кладут сюрпризы эти яйца прячут вот и дети находят открывают яйца у них там вкусняшки взять нам нужно масло у меня закончилась 1899 здесь огромная банка доллары 6 тоже держит сложно да я маленькие баночки перекладываю остальное в холодильнике храню и надолго хватает все жарим полезно приправа а у нас заканчивается нет ну не заканчивается второй не было давай возьмем манреаль стейк супер приправа да и для говядина лучше нет для стейков на уже у нас быстро она заканчивается кстати ну нет не быстро нет в принципе нет вот вчера мы были в гостях жарили стейки и там использовались другая приправа уже не сразу оценили да что вот это приправа конечно это круто как всегда стандартный завтрак с собой берем 499 не критили мне две штуки то есть нельзя больше чем взять точно берем масло сливочная здесь их выбор несколько вариантов да но я беру это потому что для выпечки часто мы используем 689 4 упаковки по 400 грамм 453 грамма упаковки мы что-то уже прошли мимо практически всем где вот этого упаковки уже снимали вот но решили еще взять у у них акция заканчивается через несколько дней все-таки 5 долларов треть до четверть пять пятая часть пятая часть упаковки поэтому на всякий случай возьму мы уже кушали возьмем 20 долларов какой сырой возьму так давай такой обычный да давай давай этот 9,3 доллара кило Саша, я не вижу что-то 113 или кило 200 кило 200 9,3 доллара берем это кстати как он называется у нас медиум средний чеддер и на бутерброды и для готовки они классно сметана у нас тоже закончилась 3,9 килограмма она у нас для блинчиков и для готовки куда-то быстро тоже как-то уходит почти 1,4 килограмма 3,89 вот она цена я что-то увидела интересное молочный чай премиум я еще такого не встречала что это такое лактовек для веганов что ли Тайвань 60 пакетиков 18 долларов что за молочный чай такая еще коробка знаете добротная плотный очень картон насыпаешь пакетик да и завариваешь интересно молочный чай пудра молочного чая кто знает что это а смотрите черная пудра сладкий вкус а может быть это какой-нибудь порошок с молоком черный чай с молоком аля наверное да 18 долларов так Кирюха просил кока-колу 35 банок упаковка стоит 12,79 вот так она выглядит возьмем такую упаковочку приехали мы сейчас в отдел с водой стеллажи нам нужна простая вода бутилированная Саш это большие бутылки нам наверное нужно дальше может быть нашего а вон смотри вон там мало разобрали у нас проблема с водой что ли 3 доллара 40 штук дешевле она по-моему 27-то нет 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 может 360 была не нет 27-то ну ладно это не принципиально они все силы сейчас в Техас перебросили наверное на спасение замерзающих а воды говорят вообще нет там целая проблема склад так молоко Саша нам нужно молоко идем а яйца нужны? яйца остались еще в следующий раз дубак в холодильнике нереальный так как обычно мы берем наше молоко 3% жирности 5,59 за 2 галлона галлон напоминаю это 3,75 литра Настя стоит меня ждет засмотрелась я а что следующее идем брать? вот я стою и думаю нам надо и бананы и яблоки а ну мы в отдел еще овощей и фруктов не ходили пошли дальше так смотрите того вина уже которое было раньше наповален бренда нет и скидок нет особо никаких на напо вино но само по себе вот есть недорогое оно стоит вот 11,99 тоже из напы каберне савиньон 18 год 11,99 надо брать потому что вчера пошли в гости а нормального вина с собой взять в подарок и не оказалось вот берем вот это обалденный шоколад плитки такой вкусный возьму 6,79 сейчас скидка это миндаль и соль это просто какое-то суперское сочетание я не знаю вы заметили мы уже прошли на самом деле холодильники и взяли ничего быстро перекусить потому что наверное у нас есть уже ничего не хочется раньше мы часто брали вот эти митболл это как фрикадельки маленькие они уже готовы их просто по сути разогреть много вариантов просто так и с рисом можно в общем 13,8 доллара здесь их кило 300 вот они в принципе нормальные нам сейчас поднадоели уже просто дети хорошо ели у меня есть лежат они в морозилке замороженные вкусные кто и не пробовал еще надо обязательно попробовать кто здесь живет сыры мы уже взяли нам наверное ничего здесь пока не надо вот этот сыр очень вкусный классный он похож на пармезан английский чеддер он такой твердый твердый сыр и цена сейчас мы в мясном отделе но у нас вроде и свинина есть и курица у нас еще есть и рыбу я сейчас взяла фарш у нас тоже еще пока есть это индейкий фарш здесь 4 лотка по 757 грамм 20 долларов Саш ты чего принес уже вино ушел на повале не было но тоже из напы 18 год кабернет савиньон пусть будет 11 долларов около 12 она без скидки но стоит дешевле чем на повале со скидкой попробуем посмотрим так Саша узрел рыбу мы хотим ее пожарить на костре да да на мангале я ее так же мариную как и мясо примерно фермерского выращивания ну ладно возьмем да форель и прям без фольги на решетке я ее так же жарю как обычные куски мяса 14 с половиной 15 долларов 1 2 3 4 5 но тут она крупная надо выбрать помельче тогда поудобнее Саша выбирает их тут мало осталось хочет не очень крупные чтобы были ну наверное эти чуть-чуть помельче возьмем их такая страшненькая она на вид противные такие моски нормальные простите меня ну наконец-таки появились наши булочки мы все время вечером приезжаем в Коское а сегодня приехали в первой полне дня видите ассортимент полный все в наличии стоит 6 долларов их тут 12 штук вот берем нужно взять мандаринов 6,99 за 5 паундов это 2,5 килограмма берем хочу взять в этот раз помидорки черри так они какие-то у нас странные потекшие все очень-очень странно вот вроде нормальные вот эти 7,99 вот эта вот баночка возьму давно мы не брали черри здесь кстати что-то я сходу видеть а вот 908 грамм крупными буквами написано так возьмем огурцы 3 штуки 6 долларов вот такие вот огурчики хорошие такие жесткие да огурцы берем молодец сегодня у нас как я уже сказал мы пришли в первый полный дня в Коско народу невероятное количество снимать неудобно ходить неудобно мы обычно приходим вечером и вечером людей никого нет возьмем детям малинку малинки малинки такие вечеринки зеленые вот такую возьму 6 долларов Саша там тоже уже чего-то взял он огурцы берет да Саша огурцы берешь а я малинку взяла возьмем мы наш Цезарь уже прошли мимо решили вернуться все-таки вот 8 долларов Цезарь меня не оставляет постоянное ощущение что он раньше был дешевле Саша 8 долларов почти пакет он дешевле был 100% морковь у нас есть берем бананы видим что они такие зеленые относительно и в ящике они вот если посмотреть все такие зеленые зеленые цена 1,69 есть вот сверху пару упаковок желтых но они уже такие не упаковок а связок но они уже не первой свежести уже чернеют получается выбор или зеленые или черные дыни дыни 2 штуки стоят 5 долларов ананас 3 доллара вот такого вот размера вот но сейчас не сезон дынь я думаю что брать не буду вот смотри я сразу вижу пакетик такой берем 3,99 сколько здесь 3 паунда полтора килограмма а вот посмотрите рядом яблоки 16,5 долларов 5,5 паундов это сколько 5,5 паундов это сколько 2,70 килограмма и 16,5 долларов но это органик потому что премиум какой-то наверное не знаю мы взяли тоже органик ну в чем прикол я не понимаю разные производители маркетинг здесь пластиковые упаковочки а здесь салфановым ну это же вредно и то ну не знаю ну вот это фантастика маркетинг конечно одни и те же яблоки упаковывают по-разному цена да это какой-то медовый да это тоже органик не знаю вот у нас все есть тут все есть ведь немало людей которые купят дорого и будут считать что это намного вкуснее и когда ты кушаешь и понимаешь что ты купил дорого и кажется шпуркулин а ведь на самом деле вкусно да психология работает видите имбирь корень имбиря 794 вес грамма 7 долларов много тут вот имбирь классно с медом с лимоном ну вот я купила такой мешок и честно половину испортилась у меня я больше не буду брать такие большие объемы я буду брать лучше в костку по одному корешку потому что все что не съела все пришлось выкинуть здесь отдел с сухофруктами что-то мне так понравилось манго чили манго товарищи вы видели чили манго вообще да это что за сочетание чили манго острая манго это каким надо быть маньяком вот честно чтобы такое кушать я просто на самом деле остро не перевариваю не могу есть поэтому не представляю как манго может быть чили 8,79 за такую штучку вот это манго покупала это просто это что-то вообще нереальное это такая вкуснотища 16 долларов но это единственное что я пробовала из манго поэтому в следующий раз попробуем какое-нибудь такое и расскажем вот человек подошел из трех вариантов манго а это манго в шоколаде похоже какое-то да 10 долларов упаковочка 580 грамм вот ну вот из такого варианта он подошел человек тоже вот это взял очень вкусно высушенная такие сладенькие они чистенькие приятненькие и тоже с собой куда-то сейчас едем если далеко то с собой берем я в зиплойке складываю и Саша с собой на работу берет дети только не едят вот у нас беда дети не едят это все вот причем Даня раньше ел все сейчас тоже наотрез отказывается вкостка мебель отдают вот сейчас люди поднимаются то есть они тут сидели отдыхали на диванчиках классно надо кстати обзор мебели снять пока она есть потому что потом праздники начнутся и не будет да я заеду как-нибудь что-нибудь надо будет брать да и поснимаем здесь вот отдел все для спорта видите даже футбольная бейсбольная сеточка продается какие-то всякие клетки уже штучки прибамбасы ой тепловой фонарик Саша на улице беседка рядом с диваном поставил газовый баллон вовнутрь он довольно-таки неплохо тепло дает 130 долларов такая штука нормально и вот такая вот такая зонтик 140 долларов да не так дорого можно сказать конструкция конкретная металлический огромный нам некуда у нас не влезет он там еще с фонариком с электричеством да слушай он там сзади еще надо поснимать давай отдельно отдельно и цветы вот здесь классные все сейчас берут эти цветы что за цветы тоже не знаю но очень симпатичные да 18-99 ой все для сада ой вернусь посмотрим вот такая беседка полторы тысячи тысяча девятьсот прелесть забрали нашу тележку вот сейчас нам помогает распаковывать все так как здесь нет пакетов вот вот специальные есть места вот эти вот корзины куда выкладывают коробки и люди если надо вот видите человек подходит берет коробку мы уже сходили взяли в эту коробочку сейчас сложим домой принесем потом выбросим пакетов здесь не бывает так мы все пробили да да все у нас чек вышел на 317 долларов ну не так много ну и не так мало нормальный средний чек ну не на тысячи долларов ну да с учетом того что мы не были в Коско уже сколько недели две и взяли ну не знаю у нас все необходимое не считая конфет ну да не считая конфет так ну что сумма нашей покупки составила 317 долларов все самое нужное и необходимое мы взяли да да все спасибо большое что сами погуляли по Коско по магазинам вот если вы еще не подписались на наш канал подписывайтесь если вам понравилось ставьте лайки до новых встреч пока 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 пока